Всем привет! Днепр на связи, 11.45. Ну что, друзья, продолжается этот день. Что у нас по обстановке? В принципе, на данный момент у нас тихо. Когда был сигнал воздушной тревоги, в области прозвучал взрыв. Сказали, сбили разведывательный беспилотник. И вот совсем недавно, минут 20 назад, еще взрыв могли слышать жители Одессы. Тоже шла работа по разведывательным беспилотникам. Продолжается высокая активность разведки. Разведывательный беспилотник фиксируется еще и над Запорожьем. В общем, летают, смотрят и смотрят и летают. Что у нас, друзья, по итогам утренней атаки? Давайте послушаем немножко официальной информации. Что она нам расскажет? Что нам там расскажет Евлаш? Собственно, указывается на то, что утром и ночью вновь наносились удары по энергетической инфраструктуре Украины. В Харькове было минимум 10 ударов по критической инфраструктуре. Более 200 тысяч абонентов области остались без электричества. В Киевской области ракеты и дроны атаковали объект критической инфраструктуры. В Одесской области пожар на энергообъекте из-за падения обломков дронов после сбития. Также МиГ-31 атаковали ракетами «Кинжал» город Стрейль во Львовской области. И что по статистике указывается на то, что ночью и утром Россия применила 40 беспилотников, 39 из которых были сбиты. Вот только изначально говорили о большем количестве прилетов беспилотников и уничтожения ими инфраструктуры. Но вот 39 из 40. Один прилет получается от беспилотников. Все остальное было спровоцировано падениями обломков. И по ракетам статистика более удручающая. 18 из 42 ракет было сбито. Что конкретно по модификациям? Указывается, что было сбито 16 из 20 крылатых ракет Х-101. 0 из 6 аэробаллистических ракет «Кинжал». 0 из 12 ракет С-300 с Белгородской области, которые атаковали Харьков и Харьковскую область. И 2 из 4 ракет Х-59. При этом утром у нас есть такой бывший народный депутат Масий Чук. Он опубликовал видео, на котором после сильных прилетов горит трипольская ТЭС в Киевской области. По-моему, если я не ошибаюсь, 13 километров от Киева питает она Киевскую, Черниговскую и Житомирскую область. Одна из самых крупных ТЭС в Украине, мощных. В общем, видео сильного пожара. Это видео подхватили и российские каналы различные. Но я думаю, многие из вас уже это видео видели. И затем опубликовали еще одно видео. И Центр Энерго прокомментировала ситуацию. Сказали, что трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена ночным ударом РФ. Вот такие, друзья, дела. Притом, это же Центр Энерго еще 18.08.2023 года писало о том, что трипольская ТЭС оборудована физической защитой от обстрелов на 100%. Пам-пам. Это тот случай, когда слова абсолютно не сходятся с действиями. Имеем такую ситуацию полное, друзья, уничтожение. Что еще? А еще принят закон о мобилизации. Теперь он ждет подписи президента и вступит в силу через месяц. Тема для другого видео. Но, друзья, после вступления этого закона в силу, через 60 дней, я думаю, что мужчин на улицах Украины вы не увидите. Да-да. И это не шутка. Объясню, почему и как, и, по моему мнению, зачем вообще все это принималось, именно для этого. Но это в следующем видео. Всем спасибо за внимание и до нового выхода на связь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok